МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экология и строительство – главные темы. Глава республики Айсен Николаев посетил Ниренгринский район. Население требует порядка. В Кобяйском улусе проблемы с вывозом мусора. Доступная среда в одном из многоквартирных домов города Мирного установили вертикальный подъемник для маломобильных граждан. Наша сила в единстве. Под таким лозунгом в Якутске завершился 7-й гражданский форум. Сегодня говорили о грантах для соцпроектов. С космодрома Восточный на Дальнем Востоке успешно стартовала ракета «Союз-2.1Б» с 33-мя спутниками. Это был первый пуск, который совершили в текущем году в Амурской области. Запуск прошел согласно запланированного срока. На ракете-носителе с разгонным блоком «Фрегат» также находился космический аппарат «Метеором-2.2». Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Тем временем в развернутом лагере возле реки Вилюй два радара установили места падения остатков второй ступени ракеты. В селах угуляции и второй экуляции местные жители услышали около 10 хлопков, других изменений не фиксировали. Сразу после запуска ракеты комиссия из числа работников Роскосмоса, Министерства экологии и службы спасения вылетели на вертолете в район падения остатков второй ступени ракеты, где взяли отбор проб и произвели замеры радиационной обстановки и приняли другие необходимые меры. С точки зрения возникновения пожара в летнее время вероятность несколько выше, чем зимой, но тоже не критично. Вчера мы выполнили предпусковой облет. На протяжении более двух часов, пока мы находились в районе падения, шел дождь. Достаточно интенсивные осадки, которые, я думаю, увлажнили не только деревья, но и подстилающую поверхность. Поэтому наличие осадков за день до пуска снижает вероятность возникновения пожаров. Запуск прошел успешно. Ракета-носитель отработала штатно. Реализационные средства контроля зафиксировали падение, штатное падение в отведенные районы падения. Сейчас группа специалистов будет вылетать в район для контроля пожарной обстановки и отбора проб на мониторинговых площадках. Айсан Николаев посетил поселок Чульман Неренгринского района. Глава Якутии встретился там с руководителями промышленных предприятий, явившихся виновниками загрязнения реки Чульман. Руководитель республики заявил, что лично следит за тем, чтобы все мероприятия по очищению реки были выполнены. За разрешением ситуации, добавил Айсан Николаев, наблюдает и полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Напомним, что ранее промышленные компании Якутуголь и Колмар привлекались к административной ответственности за ненадлежащее выполнение природоохранных мероприятий. Также им было поручено произвести очистку береговой линии, принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, Айсан Николаев в рамках рабочей поездки в Неренгринский район особое внимание уделил вопросу переселения граждан из аварийного жилья. И по Чульману, и по Неренгрю видно, что администрации на местном уровне, и городская, и поселковая, они, набив достаточно много шишек на первом этапе реализации программы, уже по второму работают достаточно слаженно. Вместе с районной администрацией, вместе с Министерством строительства республики, дирекцией жилищного строительства. И люди, по крайней мере, жильцы аварийных домов, они уже полностью осведомлены о программе, о тех вариантах, которые им предложены. Они согласны с этими вариантами. И мы видим, что, в принципе, и по Чульману, и по городу Неренгрю программы этого года точно будут исполнены. На дороге Амга в районе Усть-Майского Улуса размыло трассу. Это связано с ливневыми дождями и грозами, которые подняли уровень воды в реке Аллах-Юнь, что и привело к разрушению дорожной артерии. По информации управления автомобильных дорог Якутии, после спада воды будет произведен осмотр, после которого пройдут работы по устранению разрушений для обеспечения транспортного сообщения. В данный момент уровень воды продолжает повышаться, проезда пока нет. В аэропорту Маган прошли учения по проверке готовности аварийно-спасательной команды при возникновении ЧАЭС. По легенде, у самолета Ан-24 в полете отказал один из двигателей, и воздушному судну пришлось садиться на запасной аэродром. Оказались ли спасатели готовы к такому неожиданному развитию событий? В репортаже Дениса Тишина. По сигналу тревога на место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные службы авиакомпании полярной авиалинии и аэропорта Маган. На объятой пламенем самолета брушились потоки воды. Экипаж успел самостоятельно покинуть воздушное судно, а вот пострадавшего пассажира спасателям пришлось вывезти из самолета и проводить к машине медиков. По легенде учения, у самолета Ан-24 отказал левый двигатель. Произошло возгорание, и командир воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Маган из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в городе Якутске. При посадке у самолета подломилась передняя стойка шасси, после чего он выкатился за пределы летного поля. Учения по проверке готовности спасателей к чрезвычайной ситуации проводятся в этом году уже в третий раз. Они стали особенно актуальны после неоднократных происшествий в аэропорту Якутска за последние несколько месяцев. В октябре прошлого года по зажистке лайнер «Сухой Суперджет-100», направлявшийся из Улан-Удэ в столицу Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При этом у самолета подломились основные опоры шасси. На борту воздушного судна в тот момент находилось 92 человека. Четверо из них позже обратились за медицинской помощью. Еще одно авиапроисшествие произошло 16 мая этого года. После посадки в аэропорту Якутска у воздушного судна Ан-24, выполнявшего рейс из Нюрбы, произошло разрушение колес правой стойки шасси. На борту самолета находилось 29 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал. За ходом учения наблюдали представители авиакомпании «Полярные авиалинии» и аэропорта «Маган». Они остались довольно увиденным. Надо сказать, что цель учения достигнута. Действия аварийно-спасательных команд оценены положительно. Действия были оперативные, слаженные. И по итогам этих учений мы выработаем совместные мероприятия по совершенствованию взаимодействия всех служб, которые здесь участвовали. Но все же учения не обошлись без недочетов, которые авиаторам придется исправить в ближайшее время. У нас необходимо приобрести дополнительные радиостанции, которые рации для личных составов, чтобы обеспечить полностью взаимосвязь в таких мероприятиях. В принципе, как оператор аэродрома, мы с уверенностью можем сказать, что мы готовы к таким задачам, если такие инциденты произойдут. Эвакуация пассажиров и экипажа аварийного самолета в аэропорту Маган прошла успешно. Неисправная АН-24 подняли с помощью спецтехники, зафиксировали специальным приспособлением, а затем отбуксировали на место стоянки. Денис Тишин и Григорий Охлопков, Якутск. В одном из многоквартирных домов города Мирного установили вертикальный подъемник для маломобильных граждан. Как работает оборудование и насколько подобные устройства могут облегчить жизнь горожан, рассказывает Марферина Алексеева. Лестница – непреодолимое препятствие для инвалидов-колясочников. Люди с ограниченными возможностями здоровья ежедневно сталкиваются с тем, что выйти из дома без посторонней помощи невозможно. Всего в Мирном 21 дом, в котором проживают инвалиды-колясочники. Исходя от проекции подъезда, в каждому дому составлен индивидуальный проект благоустройства. В девятиэтажном доме по улице Тихонова, 14, проживают два колясочника. Типу подъезда этого дома подошел вертикальный лифт-подъемник. Инвалид спокойно в него въезжает, открывает. Ключики мы все это предусмотрели, чтобы другие не пользовались. Дети или кто-то еще, не дай бог. Выдадим ключи, инвалид будет открывать или сопровождающий, заезжать, спокойно спускаться. Если без сопровождающего, инвалид может самостоятельно спуститься на лифте, для чего в принципе это и сделано, сам открыть, заехать, закрыть, спуститься, выехать, закрыть и поехать по своим делам. Лифт эксплуатируется до минус 20 градусов, грузоподъемность до 400 килограмм. Обслуживаться подъемник будет за счет городского бюджета. Стоимость данного оборудования вместе с проектной документацией составила 1 миллион 900 тысяч рублей. Предельно прост. Предельно прост. Здесь есть две кнопки. Первый этаж и второй этаж. И, соответственно, кнопка вызова дежурной службы и кнопка аварийная. Согласно государственной программе «Доступная среда», благоустройство для инвалидов за свой счет должны обеспечить муниципальные власти. С проблемой финансирования столкнулось немало городов. В других городах эта программа остановлена. И вот так же, как и у нас сейчас происходит, программа у нас сейчас, к сожалению, остановилась. Нам нужно изыскать денежные средства на проектирование, на разработку ПСД, а затем уже считать целесообразность. Ну вот, к сожалению, пока так. Но для того, чтобы показать, что это мероприятие возможно реализовать, мы обратились в адрес администрации Мирнинского района с просьбой оказать поддержку в финансировании, в реализации вот первого пилотного проекта по устройству вот такого подъемника для инвалидов, проживающих в этом доме. В целях экономии, как решение проблемы финансирования, городские власти рассмотрели предложение о переселении всех маломобильных граждан в этот адаптированный дом. Уже размещено объявление о поиске свободных квартир, а также заинтересованных в обмене. Марфирин Алексеев, Артем Алексеев, Мирны. Сейчас короткая пауза, вернемся через полминуты, смотрите далее. Играм народов посвящается. К старту крупных соревнований в Амгинском районе в селе Бетюнце торжественно открыли новый большой центр для адаптивного спорта. Наша сила в единстве. Под таким лозунгом в Якутске завершился гражданский форум. Сегодня говорили о грантах для соцпроектов. Якутия 24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Москве проходит ежегодная политическая конференция «Единой России». В столицу страны приехали делегаты со всей страны. Всего 450 человек. Это секретари региональных отделений партии, члены Высшего и Генерального совета. Они обсуждают повышение эффективности работы партийных структур, их коммуникации с обществом. Все подробности у нашего корреспондента Максима Кордозу. Конференция «Единой России» второй год подряд проходит в новом формате. Делегаты встречаются в рамках реальных дискуссионных площадок, где идут жаркие споры, обсуждаются самые наболевшие вопросы. Например, сегодня с утра на сессии поднимали такой щепетильный вопрос, как реагировать представителям «Единой России» на различные провокации. Также с утра много говорили и о молодежи, как задействовать подрастающее поколение в партийную работу, как с ней общаться. И здесь эксперты, конечно же, много говорили о том, что нужно менять подходы, нужно искать новые средства, использовать соцсети. Без них никуда и говорить с молодежью, конечно же, на новом современном языке. Также еще одна из главных тем – это реализация национальных проектов. И здесь задача лидеров партии – донести до населения, как же национальный проект может помочь конкретному человеку, конкретной семье. В Москву съехались делегаты со всех субъектов Российской Федерации. Есть и представители нашей республики. Давайте послушаем, что же они нам рассказали. Вот вчера как раз обсуждали этот вопрос, что такое национальный проект и что он даст конкретному гражданину. А если он даже не знает о строительстве школы, сколько километров асфальтовой дороги будет уложено, какой медицинский центр будет построен. А чтобы наладить эту связь, как раз формируется новая платформа на базе «Единой России» и будет диалог. Мы будем доводить информацию до конкретного человека, слышать его. Если есть вопросы, то, конечно, мы будем помогать в решении этих вопросов. Главное событие конференции – это, конечно же, пленарное заседание, на котором должен выступить премьер-министр страны. Ну а в начальной неделе Дмитрий Медведев выпустил свое высказывание в СМИ. И в нем он обозначил основные приоритеты, по которым должна двигаться партия. Здесь, конечно же, большая роль отводится работе с общественными организациями. Также Дмитрий Медведев говорил о том, что лидеры на местах должны внимательнее следить за теми проблемами, которые встречаются именно в их регионах. В Якутске завершился седьмой гражданский форум, приуроченный к году консолидации в республике. Сегодня гендиректор фонда президентских грантов рассказал представителям некоммерческих организаций, как в этом году получить грант президента России на реализацию социальных проектов. Какими должны быть инициативы, чтобы рассчитывать на такую поддержку? Сюжет Саргалана Федоровой. Шанс получить поддержку президента России имеет любой социальный проект. Эксперты оценивают инициативу граждан с позиции того, насколько она востребована на определенной территории. Но получить грант – это лишь полдела. Важно его качественно реализовать. С этим успешно справилась организация из Горного района. Они в прошлом году удостоились данного гранта и сумели возродить в маленьком поселке кузнечное дело. Наш проект начался с исследования истории и географии нашего рудного наследа. И на основе, на результатах этого исследования мы разработали данный проект. Мы нашли железную руду на обнажениях наших речек. Мы выплавили железо из нашей местной руды. И далее уже на средства этого гранта создали условия для занятия кузнечным делом. В текущем году по итогам первого конкурса обладатели мигрантов стали 11 социальных проектов из Якутии. На реализацию своих инициатив организации получат более 17 миллионов рублей. В нашем регионе самые популярные направления – это здравоохранение и экология. Мы хотим, чтобы в нашем селе был красивый парк. Мы хотим, чтобы у нас было культурное пространство, чтобы была спортивная секция. На все это можно получить в том числе грант президента Российской Федерации. И, собственно, президент об этом говорил, что проекты, например, в этом году, проекты в сфере краеведения, экологии, проекты по сохранению культурного наследия, по сохранению и развитию традиций ремесел – это все находится в фокусе внимания фонда президентских грантов. Заявки на конкурс грантов можно направлять по 13 направлениям. Второй конкурс стартовал 10 июня и завершится 31 числа этого месяца. Подать заявление рекомендуют не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проекта останется время на устранение технических ошибок. Представители некоммерческих организаций готовы своими руками сделать жизнь лучше. На форуме они упорядочили идеи. И на конкурс представят уже готовые, подготовленные проекты. В Хандаге Тампонского района продолжается строительство двухэтажного здания новой гимназии. Объект возводится по плану социального развития центров экономического роста республики. Подробности у Марии Винокуровой. Здание новой гимназии рассчитано на 220 мест, где будут обучаться дети с 5 по 11 классы. Его площадь составит более 3000 квадратных метров. К 1 июня строители возвели первый этаж здания и приступили ко второму. На сегодня его готовность составляет 30%. В июле рабочие намерены начать стяжку и утепление первого этажа. На стройплощадке с 8 до 7 вечера работа кипит. На месте организовано производство бетона. Всего трудится 25 человек. На помощь к ним на днях прибывает студенческий отряд из города Якутска. Задействованы 5 единиц техники – башенный кран, автокран, погрузчик, манипулятор, бетономешалка. Работа нормальная идёт, всё качественно. У нас это проверяющее есть. У нас этот мастер, где он всё знает, всё показывает. Нам только делать и делать, работает всё. А так в августе хотим закончить, середина августа. Бригада планирует к дню строителя полностью поставить коробку здания. Главное, чтобы доставка материалов была бесперебойной. И погода бы не подвела. Срок сдачи долгожданной гимназии – 2020 год. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Амгинском районе в селе Бетюнцы торжественно открыли новый большой центр для адаптивного спорта. Репортаж Юрия Осипова. Буквально год назад на этом месте был пустырь. А сейчас новый спортивный объект уже открыл свои двери. Этот спортивный зал играет очень большую роль для не только села Бетюнцы, но и в целом Амгинского района. Потому что здесь будут заниматься не только люди с ограниченными возможностями, но и в целом все жители Амгинского улуса. И в целом в будущем этот объект сыграет большую роль для развития массового спорта и физической культуры в Амгинском улусе. Объем финансирования этого объекта составил 130 миллионов рублей. Финансируется объект за счет пожертвования компании «Алроса» в селевой фонд будущего поколения. Не случайно этот зал построен именно в Бетюнцах. Это один из самых гуссонаселенных сел Амгинского улуса. И именно здесь находится реабилитационный центр для инвалидов. Многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта общей площадью более 1400 квадратных метров представляет из себя двухэтажное здание. На первом этаже расположен основной зал для занятий волейболом и баскетболом, а также тренажерный зал. На втором этаже борцовский зал. Все в здании адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Зал оснащен сооружениями для комфорта маломобильных людей, пандусами, поручнями и подъемниками, а также знаками для слабовидящих и специальными тренажерами. Торжественную церемонию открытия зала посетил глава региона Айсен Николаев. Для Бетюнца сегодня замечательных событий открывается в первой из субъектов специализированный спортзал для адаптивных видов спорта. Я всех поздравляю за эти замечательные события. Здесь, в северской местности, это показывает, что мы заботимся о всех этих обстоятельствах, в том числе о тех, кто, несмотря на свои окончательные возможности, находим себя в будущем. И в свой раз занимается серьезно дмитрием спорта и выступать на таких больших целях. Зал уже активно используется. Сейчас, во время седьмых спортивных игр народов Якутии, здесь проходят соревнования по волейболу сидя. Юрий Осипов, Илья Саремятников, Амгинский Улус. Также в Амгинском районе провели «Чистые игры». Катерина Винокурова подробнее. Цельвой фонд будущих поколений Республики Саха Якутия совместно с администрацией Улус и Амгинского района организовала «Чистые игры в Амге» на ручье холбы. Основной целью мероприятия является повышение экологической культуры и экологической ответственности молодежи республики. Следует отметить, что на территории Якутии это третья игра. Этот проект носит международный характер. В России уже проведены более 600 таких мероприятий по различным субъектам регионов республики. В этом году мы решили совместно с районом, именно для привлечения внимания населения, для жителей Амгинского района, провести эти игры здесь. На этих играх участвуют различные муниципальные образования, только Амгинский район, но и из ближайших районов. И мы хотим показать, что проблема экологии, она должна быть у всех на устах, и мы должны с привлечением молодежи решать эти проблемы. На играх приняли участие 13 команд, состоящих из 4-х человек. Сами участники игр считают, что подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Амга славится нашей красотой, своей природой. И эту красоту надо поддерживать, не мусорить. Это очень нужная акция. Победители выявят по собранным мешкам. Один мешок, один балл. Наша команда идет в сторону полного леса. Надеюсь, там будет много мусора. На «Чистых играх» в Амге, помимо уборки мусора, прошла экодискуссия с заведующим учебно-научной лабораторией мерзлотных лесов и дендроэкологии, а также экологические викторины и другие игры. Только что зарегистрировались. Нас в команде четверо человек. Очень дружная молодежная команда собрали. Будем изучать основы раздельного сбора мусора и почувствуем себя участниками экологической акции «Чистые игры». А вы откуда узнали про эти игры? Про эти игры мы узнали из Инстаграма и сразу зарегистрировались на сайте Клингеймс. Организаторы игр в дальнейшем планируют распространить практику проведения «Чистых игр» по всей республике. Катерина Винокурова, Лилия Яковлева, Евгений Рязанский, Амгам. В Эмиконе исследовали доступный полигон для базовых спортивных альпинистских восхождений. Это организовали во время учебно-тренировочных сборов по альпинизму на хребте Сарычева. Сюжет Андрея Мухаплева. В сборах приняли участие спортсмены-альпинисты из Якутска, учащиеся городских школ и инструкторы из Красноярска. Всего 19 человек. Альпинистские маршруты проложили вблизи горы Афродиты в Эмиконе. В доступном районе вблизи поселка Усть-Нера. В результате сборов обследованы и пройдены маршруты для базовых спортивных восхождений. Изучены перспективные стеновые маршруты. Перепад высот в этой местности составил около 400 метров. Я сам люблю такую природу. И сам решил поехать в горы, увидеть природу такую другую. И сам удивился, что есть такая, ну в Якутии такая природа. Эверест не за горами. Отличие между скалолазами от альпинистов. Скалолазание – это прохождение трассы, а альпинизм – это обязательное восхождение на вершину. Суть альпинизма в том, чтобы взойти на наивысшую точку хребта с преодолением каких-либо технических препятствий. Очень доступная логистика. Буквально мы ездили на автобусе два дня, и мы под горою Афродита. Район очень перспективный. Он в альпинистском плане очень перспективный. Там хорошие маршруты. Вот мы четыре маршрута сделали новых. И я думаю, в перспективе, если поедем, мы еще маршрутов там наделаем. И, в принципе, якутские альпинисты могут спокойно закрывать третий, может быть, даже второй разряд, уже не выезжая из пределов республики. В дальнейшем планируем проводить соревнования подобного рода уже на постоянной основе. Это развитие малых гор в России. Появится на карте, на альпинистской карте России появится новое место, где можно заниматься спортивным альпинизмом. На начальном этапе уже массово. Вот впервые был открыт такой район у нас в республике Сахайкути. Базовый полигон может стать отличным местом для горных туристов. Также тренировочной базой для специализированных военных подразделений и МЧС. После этой экспедиции, в случае, если маршруты будут согласованы классификационной комиссией ФАР, можно получить третий спортивный разряд по альпинизму, не выезжая из республики. Андрей Мухаплёв, Джилус Иннокентьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Всегда будьте в курсе. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова